Наказать чиновников за смерть ребенка требуют жители Алматинской области. Мальчик погиб на трассе прямо возле школы. Девятилетний ребенок возвращался с занятий, когда в него на огромной скорости въехал учитель физкультуры. Педагог опаздывал на урок и не заметил своего же ученика. При этом, как уверяют сельчане, на дороге, которая ведет к новой школе, нет ни знаков, ни разметок, а еще отсутствуют тротуары. Вот и приходится детям идти по оживленной трассе. Только после смертельного наезда предупреждающие указатели все-таки появились. Репортер КТК Боржан Апсиитов передает с места события. Трагедия произошла буквально в двухстах метрах от школы вот здесь. В толпу учащихся, возвращавшихся домой, на огромной скорости влетела иномарка. Известно, что за рулем находился 23-летний преподаватель физкультуры, который опаздывал на занятия. В результате аварии погиб ученик третьего класса. С момента трагедии прошло уже три дня, но в дом, где жил погибший 9-летний Яросыл, все еще идут люди. Соболезнования семье выразили районные чиновники и руководство школы. За смерть сына мать намерена наказать и водителя, и сотрудников местного акимата. Я никому не желаю такого горя. Чего я сейчас хочу? Чтобы виновники и ответственные лица понесли наказание. И освободили занимаемые должности. Это по их вине произошла такая трагедия. Из-за них я потеряла сына. Они лишили меня всего. Они перекрыли мне кислород. Сразу же после жуткого происшествия жители поселка Косозен вышли на ту самую трассу и на несколько часов заблокировали движение. Люди отказывались возвращаться домой до тех пор, пока районные власти не наведут в населенном пункте порядок. Если посмотреть, путь проходит вдоль трассы. Ездят автобусы, ездят Камазы. Дорога достаточно оживленная для поселка. Мы не рады этой школе, потому что она просто гробит детей. Так получается. Мы просили сделать нам тротуар, сделать освещение. Сказали, что бюджета нет. Подождите, мы, может, что-нибудь придумаем. А как дети будут ходить в школу? Ну, как-нибудь. Вот пока потерпите. Многие родители даже отказывались отправлять детей в новую школу. Чтобы не усугублять ситуацию, чиновники решили организовать для учащихся специальные автобусы. Близ учебного заведения тут же появились дорожные знаки, разметка и искусственные ограничители скорости. Это не выход из положения. Должны быть тротуары, должна быть освещенная дорога. Дети вечером будут возвращаться с зимой со школы. Как они будут идти? Просто посмотреть на эту дорогу тут смешно. Она очень узкая. В сельском Акимате говорят, что уже ищут деньги на строительство тротуара и освещение проезжей части. Средства пообещали выделить из областного бюджета. Благоустройство оценили в 35 миллионов. Тротуар у нас с дачи до школы 900 метров. Она у нас уже посчитали, смета готова. Как выделят деньги, уже начнут работу. До конца октября уже будет тротуар. Сейчас было у нас 900 метров с освещением. 900 метров. Как жители попросили из новостройки, будет теперь 1800 метров. В полиции же начали досудебное расследование. Водитель, допустивший смертельный наезд на школьника, сейчас находится под подпиской о невыезде. Известно, что в момент трагедии он был трезв. Боржаном Ситов, Думандаулет Бакулы, КТК, Алматинская область. А сейчас нет.